Заказчик диктует то, что бы ему хотелось видеть. Этот конкурс, что для меня очень радостно, показал такие шикарные, широкие возможности по проектированию именно типового проектирования. Точнее, будет сказать, повторно применяемого проектирования. Мы видим, что архитектура от этого, от повторного применения, не страдает никоим образом. Наша задача заключается в том, чтобы показать возможности типового проектирования. Как это не удивительно, его часто критикуют. Но критикуют за что? За то, что в результате типизации возникают одинаковые, серые, неинтересные, не учитывающие развитие технологий и вещей. Здесь мы видим, что это не так, что совершенно разные типизируемые здания, совершенно разные с архитектурной точки зрения, которые могут в дальнейшем совершенствовать, не уходя от типизации, технологической типизации. Вот это та вещь, которую мы хотим поймать и, похоже, ловим в этом конкурсе. Сегодня, уже успев ознакомиться с этими проектами, во-первых, они все создавались по техническому заданию, которое выписывалось Минстроем и Минздравом России. Поэтому тот набор помещений, которые предусмотрены в каждом из проектов, они отвечают как раз требованиям, которые заложены в стандартных оснащениях и в требованиях к набору помещений в лечебных учреждениях. Продолжение следует... Как показана практика, хорошая архитектура рождается в процессе состязания, в процессе конкурса. И благодаря Минструю, который придумал этот конкурс, мы только как операторы выступали. Минстрой понимает, что архитектура хорошая будет в результате хорошего отбора. Эти все идеи, которые мы аккуратно собираем в один пакет и позволяют нам создать целостный область. В некотором смысле это такой крауд высочайшего класса, среди профессионалов. И мы хотим добавить возможность применять эти типовые проектные решения. Результат конкурса показал, что да, конкурс был объявлен правильно, результаты его очень хорошие и архитектура в результате конкурса будет хорошей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова